Здравствуйте! Это Культурная. Сегодня у нас в гостях пианистка, замечательная женщина Катерина Мечетина, лауреат международных конкурсов. Мы находимся на сцене Большого зала Приморского театра оперы и балета. Вы за последние полгода сюда приезжаете второй раз. Чем вас привлекает эта сцена? Меня привлекает эта сцена прежде всего невероятным энтузиазмом художественного руководителя, который просто фонтанирует проектами. Именно благодаря такому энтузиазму театр оживает. Если в первый раз при моем первом приезде еще пахла краска, еще ощущался ремонт, но уже можно было сказать, что в этом доме живет музыка, то сейчас эта сцена, даже у нас не было пока еще ни одной репетиции, мы с вами встречаемся в самом начале моего пребывания здесь, но я уже чувствую, что по этой сцене уже постоянно ходят музыканты. Я не могу это объяснить, это, наверное, какой-то энергетический уровень, но ощущение уже того, что это дом музыки, это театр, наполненный искусством, это уже живет в нем. Естественно, возникает вопрос взаимоотношений не только со сцены, но и взаимоотношения с роялем, потому что вы его пощупали, потрогали. Конечно. Это был первый концерт Чайковского, это был Чайковский марафон. Какое ощущение от стены? Вы вообще, насколько для вас важно, что за инструмент? Я имею в виду, какая фирма? Ну, в основном на сцене мы встречаем сейчас преимущественно вот именно такие инструменты, как у вас. И преимущество, и признак времени сейчас в том, что они примерно все похожи. Конечно, фирма делает инструменты по некому стандарту качества, и пусть это ручная работа, но тем не менее всегда, в общем, сложность работы пианиста в том, что он должен быть готов увидеть совершенно ни на что не похожий, иной инструмент, не обязательно новый, не обязательно в идеальном состоянии с точки зрения работы настройщика. Но если все сходится в своих высших показателях, то есть новый удачный инструмент, хорошо поработал настройщик, и инструмент содержится в достойных условиях в плане влажности и прочих климатических особенностей, то, в принципе, мы готовимся увидеть примерно то, чего мы ожидали. Вот в этом случае я вижу то, чего я ожидала. Еще знаю, что приедет из Москвы настройщик Владимир Иванович Списивцев. Настройщик Мацуева, да? Да, ну, в том числе настройщик Мацуева, хотя он к нему не приписан индивидуально, а просто он прекрасный мастер. Я бы назвала его скорее настройщиком фирмы Стэнвей. Это будет гораздо вернее, потому что вот у нас Стэнвей Эльсанс, и именно к этому инструменту у Владимира Ивановича свой мегапрофессиональный подход, и после его работы над инструментом он станет ровно таким, каким я хочу его видеть. Ну, не секрет, что инструмент должен быть разыгранным, то есть на нем должны поиграть. Это все-таки театру всего год, оркестру год, вот что, да. Он пока еще тяжелый, тугой. Я вчера занималась некоторое время, привыкала к нему, вот к этим, таким более отягощенным, скажем так, условиям. Но на самом деле это все абсолютно, вы правильно сказали, все разыгрывается. Сейчас такой период, скажем, обкатки у него. Это для публики вообще никак не будет заметно. Это просто немножечко тяжелее для пианиста. Но мы-то привычные люди ко многим условиям. Вам предстоит выступить со сложнейшим третьим концертом Рахманинова. Его называют вершиной русского серебряного века. Пианисты называют бесконечно богатым поэффектно-виртуозным ресурсам и труднейшим для исполнения. Это все чистая правда. Да и на самом деле удивительно так сложилось, что вот мой второй приезд в театр оперы-балета и оба раза с вершинами русского музыкального искусства, то первый концерт Чайковского, лучше которого нет ничего на свете, я считаю, то третий концерт Рахманинова, про который я могу те же самые слова применить, потому что вот нельзя выбрать, кого ты больше любишь, маму или папу, вот нельзя выбрать русскому музыканту, что для него важнее. Первый концерт Чайковского или третий концерт Рахманинова? Рахманинова Третий концерт Рахманина – это действительно вершина, глыба, и можно еще кучу таких банальных сравнений назвать. Но для меня это просто произведение, которое всю жизнь меня сопровождает. Я впервые его сыграла в 15-летнем возрасте. В ту пору мне надо было как-то, знаете, такие совершать подвиги, потому что я человек азартный была тогда в учебе. И мне хотелось вот все и сразу. И поэтому, конечно, я сейчас очень рада, что я взялась за него именно тогда. Потому что если бы, например, мне предстояло разобрать его сейчас, то где бы я на это нашла время просто? Что там кто-то подсчитал, что там то ли 30, то ли 50, то ли 150, то ли 300 тысяч нот. Я сейчас затрудняюсь, но какие-то там страшные цифры. Действительно, когда открываешь ноты, в глазах темнеет. Просто от количества нотных знаков. Субтитры создавал DimaTorzok Но Рахманинов, он потому и великий композитор, великий пианист, что несмотря на эти трудности, это все-таки можно сказать, что... Пианистически ложится. Да, вот именно, вот хотелось сказать, удобно, да, но вы точнее меня нашли слово. Именно вот как-то оно вот ложится. Нельзя сказать, что это легко. Это безумно сложно. Но это как-то вот очень ловко написано, понимаете? И вот гений Сергея Васильевича именно в этом и заключается. Что он великий благородный пианист. Он знал, как написать так, чтобы это было... И художественно все, нужный эффект производила и нечрезмерно мучила исполнителя. И великий благородный пианист. Мы сейчас поговорили о технических сложностях, но все-таки важнее о его внутреннем наполнении, эмоциональном. И вот если сравнивать то исполнение, которое было у вас 15 лет, и сейчас вы попадаете, есть ли какие-то изменения в понимании и осознании, все-таки опыт жизненный многое дает? И сравнивать их можно только потому, что это был один и тот же человек с одним и тем же именем, отчеством. Понимаете, в 15 лет человек может быть технически достаточно оснащен для исполнения, в общем, практически уже любой музыки. Но, конечно, понимание настоящее приходит позже. Сергею Васильевичу было, сейчас посчитаем, ну как раз примерно столько лет, сколько мне сейчас, когда он его написал. Так что, наверное, самое время сейчас его играть. И, конечно же, и мои какие-то личные жизненные впечатления, собственно, самое главное для музыканта. Потому что мы играем не пальцами, мы играем не телом своим, хотя внешняя часть это может казаться именно так. Конечно, мы играем сердцем, душой, интеллектом и еще очень многими какими-то нематериальными вещами. Поэтому, наверное, этот процесс бесконечен. Как показывает практика, в творческие специалии, и не только в творческие, вообще в чисто мужские профессии приходит очень много женщин. Я думаю, вам задавали этот вопрос. Не очень много. Не очень много женщин туда приходят. Но, тем не менее, приходят и вытесняют мужчины. И вытесняют, и не вытесняют в нашей профессии никогда. Не потому, что у нас недостаточно толерантное общество, вовсе не поэтому, а просто потому, что это невероятно тяжело. Более того, и мужчины-то не все в этой профессии удерживаются, а только единицы. И тут, конечно, многое зависит от личных качеств. И это вообще общие конструкции судьбы человека. Потому что одно дело, допустим, создать семью в 19 лет и сразу обзавестись детьми. И я не представляю, как возможно в этом случае стать концертирующим артистом. Женщине, я имею в виду. Другое дело, как бы вот посвятить некоторую часть своей жизни тому, чтобы завоевать себе имя и место в этой профессии. Ну, в общем, это все очень индивидуально. Я не могу сказать, что из этого лучшее, что хуже. Каждый выбирает по себе. Ну, кому-то суждено одно, кому-то другое. Мне вот оказалось суждено вот это. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Я вам могу сказать, что, конечно, это на самом деле тяжелейшая профессия, изматывающая. Но вы бы ее не променяли? Я бы ее не знаю. Может быть, и не променяла бы, но я понимаю, что я за это расплачиваюсь многим. Многим, многим, многим. Начиная с того, что у меня с 30 августа не было ни единственного выходного. Ни одного. И выходных не предвидится у меня до 10 января, включая Новый год. Этого просто нет в моей жизни. И заканчивая тем, что, в общем, здоровье, конечно, тоже. Это не самая, скажем так, благоприятная профессия для нервной системы. И об этом приходится думать. А что взамен? Ну, взамен то, что я, видимо, была для этого рождена, потому что слишком рано все это проявилось. И нельзя было просто не включиться в этот процесс. И мои родители это поняли сразу, и педагоги, и я еще тогда в несознательном возрасте с удовольствием всему этому отдавалась, скажем так, посвящала свое свободное время. И несмотря на то, что я была совершенно нормальным обычным ребенком, который терпеть не мог заниматься, но зато очень любил выходить на сцену. И когда все получалось, очень любил тоже. И сейчас это самая любимая часть вообще вот этой всей профессии. Это когда все получается. Потому что из 80 концертов в среднем, там, 70-80 концертов в год, у из них, дай бог, там, 5-6-7-8, когда все удалось. Но с другой стороны, они есть. Если бы их не было, наверное, надо было бы расстраиваться, впадать в уныние, депрессию и так далее. Но они есть. И это дает шанс двигаться дальше, экспериментировать. И в самые удачные моменты даже на сцене начинается момент экспериментов. Я не скажу творчество, потому что вообще это творчество, слово должны другие произносить, а не сам артист. Но в самые удачные, в самые пиковые моменты формы начинает фантазия включаться непосредственно на сцене. Полностью уходит момент нервов, волнения. И от этих всех таких неудобных моментов концертной деятельности, потому что без них никак нельзя, никто от них не избавился. Ни один исполнитель. Но вот это счастье, когда их нет, и ты летишь, и творишь. Просто, фу, ты творишь, опять это слово сказала. Летишь и чувствуешь вот это вот ощущение полной свободы. А мы счастливы, что мы попали в наш театр. И эта сцена замечательная попала. Ваш график такой плотный. Будет попадать и впредь, потому что у нас замечательный совершенно контакт с Антоном Владимировичем Лупченко. Это, конечно, большое счастье, когда два музыканта встречаются и благоволят с творческой позицией друг друга. Поэтому я надеюсь, что будем встречаться и вновь. Театр замечательный, прекрасный. Я мечтаю попасть когда-нибудь на один из спектаклей, когда совпадет так график, что в момент моего присутствия здесь будет еще опера или балет. Я бы очень хотела увидеть все это из зала великолепия. Могу только пожелать успехов, развития и радости от того, что вместе делаем музыку. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»